Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. Наш 13-й виноградный сезон, и сегодня мы с вами разговариваем про усиленное плодовое звено. Что это такое и для чего это необходимо? Когда я рассказывала про двуплоскостные шпалеры, когда я рассказывала про виды формировок, очень много было таких спорных вопросов, а для чего вам столько нужно, много, все равно потом выламывается. Вот сегодня мы разговариваем, что это такое и для чего это нужно, и почему это нужно именно в северных регионах. Итак, для начала немножечко терминологии. Когда мы формируем виноградный куст, у нас с вами есть старая древесина. Там есть разделение на рукав и плечо, но давайте мы все будем называть рукавами. Вся старая древесина – это у нас рукава. И древесина молодая, лозы, которые выросли в прошлом сезоне, те лозы, на которых будут сейчас расти молодые побеги и на которых у нас будет плодоношение. В жизни это выглядит вот так. Смотрите, старая древесина, она вот такая вот шершавая. Я сейчас прилижу, будет лучше видно. Вот она такая шершавая и у нее цвет такой, скажем так, более серый. Смотрите, вот это старая древесина, вот это старая древесина. А вот он побег, который вырос у нас в прошлом летом. Он будет более гладкий и, как правило, у него цвет такой, более коричневый. Мы используем веерную формировку, как правило, она четырехрукавная. И подразумевает под собой четыре рукава и четыре плодовые стрелки. Вообще, как бы по науке считается, что усиленное плодовое звено, плодовое звено, плодовая стрелка, опять же, там есть небольшие различия, но давайте мы поставим между ними знак «равно», чтобы нам было понятнее, о чем мы говорим. Так вот, предполагается, что усиленное плодовое звено – это на одном рукаве две плодовые стрелки. Но мы с вами сегодня будем говорить не только о таком варианте, а о варианте, когда у нас может быть восемь рукавов и восемь плодовых стрелок. То есть мы все количество лос умножаем на два. Таким образом мы получаем усиленное, таким образом мы получаем запас. Смотрите, как это выглядит в реальности. Да, к сожалению, у нас здесь трава, может быть, плоховато видно, но я постараюсь максимально приближать. И здесь есть нюанс. Кустик молодой, поэтому как таковых рукавов старой древесины мы практически не увидим. Ну вот, смотрите, вот этот участок, вот это у нас старая древесина, вот досюда. А вот это уже пошел. Однолетний побег, он у нас вырос в прошлом году. Так, и вот это. Тоже однолетний побег, выросший в прошлом году. Смотрите, место их отхождения, да, вот, практически тут, ну, понятно, что так или иначе у нас будет какое-то место, да, где они вот соединяются. Но чем как бы ниже это будет, в принципе, тем лучше. Вот, смотрите, со второй стороны. Вот у нас один однолетний побег выходит прямо из земли. Вот это кусочек старой древесины. И вот опять пошел однолетний побег. В дальнейшем, смотрите, вот это вот все, вот это до проволоки. Вот. Вот досюда, до проволоки. У нас останется старой древесиной. А уже дальше мы будем пускать плодовые стрелки. Ну, сейчас вставлю специально картину какого-нибудь старого куста, чтобы вы посмотрели, как это выглядит. Нет возможности у меня все время курсировать между участками и снимать и там, и там. То есть понимаем, что у нас может быть, ну, опять же, да, вот у нас отсюда, вот с этого места могло отходить. Как бы две плодовые стрелки. Ну, идеально вообще, чтобы они вот, каждый шел самостоятельно. И таким образом мы получим в дальнейшем 8 отдельных рукавов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И на них будет 8 плодовых стрелок. Да, вот смотрите, как это все размещается потом на проволоке. Вот эти две плодовые стрелки, вот они вместе друг на друга накручиваются. Ну, и теперь вопрос, да, а зачем так много? Вопрос риторический. И ответ на него самый простой, самый банальный. Запас беды не чинит. Вот, мы с вами находимся в зоне даже не рискованного виноградарства, а рискованного земледелия. Очень многие представители, жители, да, южных регионов нам все время советуют. Выращивайте картошку, какой виноград вообще вы можете растить. Даже у нас там в Краснодарском крае плохо все созревает. Ну, а у нас созревает, да, мы можем. Но, тем не менее, нам нужен запас. Потому что всякие случаются непредвиденные ситуации. Первое. У нас может плохо вызревать лоза. Но, к сожалению, вообще от этого никто не застрахован. А мы тем более. И бывает так, что по осени как бы мы ни старались. Вот, вроде все хорошо, вроде все супер. Вот мы смотрим. Ну, вызревшая 100% лоза. Но весна показывает, что не все хорошо. Смотрите. Вот у нас идет плодовая стрелка. И вот у нас почка проснулась. Здесь не померзла, здесь в принципе. Вот там непонятно что. Вот здесь только-только просыпается. Здесь спит. Здесь спит. И две на конце. То есть, смотрите. У нас получается, что на одну плодовую стрелку всего лишь три побега. И здесь нам еще повезло. Они все три, ну, более-менее такие хорошие. Это вот с другого, вот это, с другого куста. Да, более-менее хорошие. А бывает, что еще из них кто-то будет слабенький. И, соответственно, если вот у нас таких четыре побега, ну, здесь кусты молодые. Ну, это же бывает и на взрослых кустах. То есть, нам куст, грубо говоря, нагрузить нечем. Наша задача, ну, как бы то ни было, все-таки из кустов получать максимально возможный урожай. Ну, понятно, не тогда, когда мы их там закармливаем кучу-кучу всяких, проводим работ, да, чтобы там снимать много-много всего. Но, в любом случае, смысл выращивания в том, чтобы не одну-две гроздочки получать на куст, а получать от куста максимально возможную отдачу при наших, скажем так, минимальных усилиях. Вот, смотрите, еще пример тоже. Вот. Вот наша плодовая стрелка. И у нас хороший побег. Вот это слабый побег, оно видно. Хороший побег. И потом там вот на конце какое-то недоразумение. Опять, что мы получаем? То есть, по-хорошему вообще этот надо убрать. И мы получаем два всего лишь. Ну, для куста. Это кусты молодые, да, здесь может и сгодиться такая нагрузка. Но для хорошего, взрослого куста это крайне мало. Еще один момент. Смотрите, вот этот кустик, тоже молоденький. Мы будем с вами смотреть. Вот здесь есть гроздочка. Вот она. Вот здесь есть гроздочки. Вот здесь есть гроздочки. И вот здесь есть гроздочки. То есть, тут везде есть гроздочки. И это замечательно. Но, опять же, есть некоторые сорта, которые урожай закладывают крайне слабо. Есть такое понятие коэффициент плодоносности. Из всех почек в скольких будет урожай. Так вот, для такого сорта нам, конечно, запас почек, может быть, и не особо нужен. Но для сорта со слабым коэффициентом плодоношения, у нас может быть, грубо говоря, вот мы с вами посмотрели, сколько тут? Четыре побега, да? А с четырех, вот, у нас все с гроздями. А может быть, один. И что? Ну, понимаете, мы растим ботву. Когда у нас есть запас почек, у нас есть возможность выбрать то, что будет с гроздями, и то, что будет давать нам урожай. Потому что мы виноград растим на ягоду, а не для того, чтобы получить красивые зеленые побеги. Для красивых зеленых побегов есть другие растения. Следующее, для чего нам нужен запас. Про перезимовку сказала, про урожайность сказала. Пока наш виноград зимует, с ним, кроме того, что вот где-то там лоза не дозрела, да, где-то почка какая-то могла подмерзнуть, могут случаться еще некоторые вещи, как то пришли мышки и погрызли почки. Да, такое тоже бывает. Конечно, не исключается вариант, что они сожрут все. Да, такое может быть. Но могут поесть частично. И опять же, чем больше мы оставили запаса, тем шансов, что у нас что-то останется нам, гораздо больше. И еще один нюанс, это заморозки. Как бы мы ни старались, как бы мы ни укрывали, все равно где-то мы можем что-то недосмотреть, где-то может случиться что-то не так. И часть почек у нас может повредиться. Смотрите, здесь вообще вот, наверное, это лоза, просто идеальный пример. Ну, повторюсь, кусты молодые, но смотрите, что у нас здесь. Недоразумение, недоразумение. Ну, ладно, допустим, этот более-менее, этот более-менее, этот более-менее. Хотя дальше просто, ну, увидите разницу. Это померзло. Вот это нормальный побег. В принципе, вот это единственный нормальный, нормальный, полноценный побег. Это недоразумение. Ну, вот это еще что-то более-менее. И дальше пошло смерзание. То есть на данной плодовой стрелке у нас, ну, ладно, вот если закрыть глаза, ну, три можно оставить. Все остальное либо померзло, либо вот такое вот. Вот смотрите, на второй плоскости просто замечательно видно. Вот, вот один хороший, один померз, один хороший, один померз через один, да? Если бы мы оставили мало, то и нам бы осталось меньше. Ввиду того, что мы сделали запас, все-таки что-то осталось и нам. И куст мы нагрузить сможем. И именно для этого нам и нужен запас. Вот смотрите, даже здесь мы пойдем. Вот у нас хороший побег, вот никакой. Причем вот здесь хороший, вот никакой. Вот эти два хороших, они на одной стрелке. Дальше чуть-чуть мы поворачиваемся сюда. Здесь вот хороший побег, он идет уже на другой стрелке. Итого был бы у нас, ну, там дальше еще один побег есть, но получается, что была бы у нас одна стрелка. Если бы нам сильно повезло, то было бы два хороших побега, да? А если не очень, вот эту вот стрелку взять, то у нас вообще только один побег хороший. И все. Поэтому усиленное плодовое звено. Запас плодовых стрелок, ну, это наша подстраховка. Конечно, можно выращивать вот так. Да, это интенсивные виноградники, это южные регионы, вот по мне это инвалиды. Ну, так выглядит, да, не очень печально. Там всего лишь одна плодовая стрелка небольшая. Ну, там есть определенная цель, определенная задача, это промышленное производство. Но мы не там, да, мы не на йоге, мы все-таки, еще раз повторюсь, в зоне рискованного даже не виноградарства, а в принципе земледелий и в нашем случае запасы, это наша страховка. А как лучше делать? Две плодовые стрелки на одном рукаве, либо отдельно выводить 8 рукавов. Идеальный вариант, конечно, выводить 8 рукавов. Опять же, почему? Потому что наши, бывают ранние, осенние морозы, бывают сильные весенние морозы, где-то могут повреждать проводящую систему. И чем больше вот этих проводников отдельных мы будем иметь, ну, тем, в принципе, лучше. Но у нас не всегда получается вырастить нужное нам количество рукавов. Вот еще один пример. Здесь я вообще оставила 4 плодовые стрелки на одном рукаве, потому что так вышло. Во втором было повреждение еще там пару лет назад, когда был град, и все, оно не вытянуло. Я его удалила, потому что, ну, там еле-еле что-то было. Поэтому пока оставила так, но моя задача здесь отрастить новые рукава, отрастить, ну, что-то новое, не оставлять. Все 4 на одном. Тут опять же, простой принцип, не храните яйца в одной корзине. Вот, еще раз возвращаемся к тому кустику, который мы смотрели. Вот здесь, видите, нам просто идеально получилось отрастить, вот, практически все идет отдельно друг от друга. Ну, вот это вот небольшие кусочки мы не считаем, то, что все равно там же у нас штамм, грубо говоря, один, ну, источник один. Да, но чем он будет короче, чем ниже, тем лучше. Ну, это идеальный вариант. Вот здесь тоже пока что мы еще не нарастили нужное количество, но вот смотрите, вот это можно считать рукав уже. Старая древесина, вот пошли молодые. Вот раз, два, а эти идут вот прямо из земли. Вот раз, два, там вот третий. Да, и с этой стороны, то есть здесь у нас пока что на 6 получилось. То есть вот такой вот идеальный вариант. Ну, вот такое допустимое. Даже если где-то дальше будет это разветвление, это тоже допустимо. А тут вы руководствуетесь, скажем так, вашими возможностями, потому что, как бы мы не изучали теорию, да, как бы мы не хотели формировать виноград по картинке, виноград этого не знает и растет так, как у него получается. Самое важное, это иметь запас. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом. Нажав кнопку еще, я вам оставляю ссылки на другие полезные видео, на видео по формировке, по нормировке. Также ссылку на каталог наших сортов винограды и наши контакты. До новых встреч!